Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш Таро прогноз на октябрь 2022 года. Стараюсь для вас видео снимать заранее, чтобы у вас была возможность подготовиться к событиям, запланировать какие-то мероприятия, действия, ну, сопоставить с тем, что вы, в принципе, написали в свой планер. Сегодня мне в этом будет помогать колдовская Таро, а также оракул Симбалон. Поэтому посмотрим, чем для вас ознаменуется этот месяц, и какие приятные моменты он вам принесет. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами. Настраивайтесь на результат и начнем. Общая энергия месяца у вас ложится аркан Жрец. Прекрасная карта. Почему? Потому что Жрец это всегда получение колоссального опыта, обучения, навыков, знаний. Причем обучение, знаете, как разноплановое. Это может быть и обучение ваших детей, неважно, там, дошкольные, школьные или высших учебных заведениях, так и ваше. И обучение, которое может касаться абсолютно различных сфер. Начиная от языковых курсов, вождения, может быть, курсов экстренной помощи. Или вы действительно получаете дополнительное образование. Или это может быть какое-то новое хобби, которое принесет монетизацию. Но, и помимо всего прочего, Жрец это вопросы наставничества. Вы можете заниматься педагогикой, тренерской работой, в чем-то помогать, советовать, вести свои группы, проводить мастер-классы. И, как следствие, на этом поприще активно развиваться. Жрец сам по себе это еще духовный рост. Кто-то может обратиться к религии, изучать новые культуры, читать соответствующую литературу, расти личностно. Это также аркан обращения к врачу с целью профилактики, либо решения каких-то вопросов. Чтобы мы с вами, скажем так, не тыкали пальцем в небо, о чем у вас конкретно здесь будет идти речь. Ой, а у вас здесь на повестке, смотрите, Жрецы влюбленные. Для многих обретение партнерства и бракосочетание брак, приглашение на свадьбу в качестве гостя, либо на венчание, либо на всевозможные обряды, где вы будете посаженным отцом или матерью, либо крестным или крестным, если это обряды крещения. Ну и помимо всего прочего, поскольку это взаимодействие, то Жрецы влюбленные, вы будете передавать опыт, навыки и знания тем, кто в этом нуждается. Энергия арканов здесь уже потрясающая, соответственно и месяц обещает быть легким. Работа, бизнес, карьера. У вас здесь ложится шестерка мечей. Плывем к новым горизонтам. Для каждого они, безусловно, будут своими. Для кого-то карьерный рост, а для кого-то новый этап жизни. Итак, для тех, кто у нас не работает, шестерка мечей и десятка чаш. Это быть, конечно же, на попечении членов семьи, но попытаться, помимо всего прочего, влиться в семейное дело, в семейный бизнес. И не обязательно ваши династии. Вы можете пойти к кому-то работать в частном порядке. И это может быть периодическая работа. Но, тем не менее, которая вас радует, которая вам дает стимул, которая для вас является, ну не то чтобы легкой, комфортной. Дарит радость общения. Дарит новые возможности. И, в принципе, действительно какое-то эмоциональное насыщение. Если вы в статусе соискателя, то шестерка мечей Паш Пентакли и Паш, шестерка мечей Паш Пентакли, это новый опыт, это стажировка, это вопросы трудоустройства. То есть, плыть к новым берегам, вы уже пройдете здесь собеседование, как следствие трудоустройства, вам здесь обещано. Если вы наемный сотрудник, то шестерка мечей, четверка Пентакли. Плыть к новым горизонтам, держаться за свою стабильность. Сейчас объясню. То есть, здесь, во-первых, укрепиться в том, что вы имеете, но и стремиться получить больше. То есть, это либо поговорить с работодателем по поводу увеличения вашего оклада, заработной платы, ну и в перспективе о повышении по карьерной лестнице, потому что здесь желание иметь больше. Если же у вас свой собственный бизнес, шестерка мечей, тройка Пентакли, это продвигаться в своем мастерстве, в повышении уровня ваших знаний, вашей экспертности. Это всевозможные курсы, мастер-классы, которые вы можете посещать, бизнес-тренинги, либо если вам есть чем поделиться, то вы всецело будете этим делиться и на этом зарабатывать. То есть, для вас здесь действительно потрясающие арканы взаимодействия. Финансовая сторона вопроса. Девятка чаш. Ну, что здесь еще можно желать? Посмотрите, жизнь в кайфе, жизнь в удовольствии, полная чаша. Это очень хорошая прибыль, это денег в избытке, это траты на удовольствие, на роскошную жизнь, на праздный образ жизни, на путешествия. То есть, здесь действительно та ситуация, тот случай, когда можно вздохнуть, если были какие-то неприятности, наконец-то почувствовать и увидеть свет в конце тоннеля, радоваться тому, что у вас здесь будет. Состояние здоровья по императору. Для мужчин это все-таки обращение к врачу. Это акцент на мужском здоровье, это вопросы, связанные с простатой. Если мы смотрим для женщин, то опять же профилактический чекап-лист у врача. Почему? Потому что император у нас, несмотря на то, что рыбы карта стабильная, карта позитива и стабильного положения вещей, то, что я вижу на практике, периодически карта может указывать на рецидив каких-либо заболеваний. Поэтому все-таки предупрежден, значит вооружен и лучше перепровериться. Личная жизнь, ну по десятке жезлов она у вас составляет желать лучшего. Чем-то вы здесь обременены, какой-то тяжестью, какой именно сейчас будем смотреть. Итак, если на текущем жизненном этапе вы у нас свободны, то десятка жезлов и паш-чаш. Это может быть ваше увлечение кем-либо, но оно своего рода будет безответным. Поэтому эмоции, которые вам в тягость, а не в радость, вы не видите отдачи, либо вы не знаете, как свои эмоции высказать, как их передать и что делать в первую очередь с вашей влюбленностью, с вашим увлечением. Поэтому здесь такой, знаете, как не совсем благоприятный аспект. Если же вы в любовных треугольниках, то десятка жезлов и башни, я думаю, вы понимаете сами, отношения, которые себя уже исчерпали. Вы понимаете, что они как чемодан без ручки, нет смысла их тянуть дальше, их нужно оставить в прошлом, для того, чтобы эти отношения не разрушали вас. Если же вы в стабильных связях, то десятка жезлов и умеренность это попытки переложить на кого-то свою ножку ради обретения зоны комфорта. Но в первую очередь, это, конечно же, вопрос бытовых обязанностей, когда вы будете просить вашего партнера или партнершу в чем-то вам помочь вас разгрузить, а кто-то, конечно же, это будет делать в ультимативном порядке, по принципу. Вот с сегодняшнего дня именно так и никак иначе или баста. Каждый для себя решит, но вы понимаете, что так продолжаться больше не может, иначе вы полностью здесь исчерпаете себя. И совет по аркану. Ох, у вас на совет падает тройка мечей. Ну, конечно же, я бы вам посоветовала не разбивать никому сердце, это в первую очередь. Но это, знаете, как первоочередно, это не разбивайте сердце самим себе. Если вы видите, что вас где-то не ценят, не рвите душу. Уходите молча, по-английски не прощаюсь. Иначе, если вы будете оставаться в каких-то сковывающих вас обязательствах, вы будете разрушать сами себя. И сами себе будете кроить сердце по частям. И, как бы для вас это не было больно, вы поймите, что лучше сейчас вам перетерпеть эту боль, чем впоследствии грызть локти об упущенных шансах, упущенных возможностях. И о том, как вы безрезультативно потратили свои лучшие молодые годы, свое время, свой опыт. Не на тех людей, не на тех ситуациях, не на любимой работе. Если вы чего-то боялись. Вот тройка мечей, это как раз переступить через свои страхи, через свои ожидания и двигаться дальше. Ну и в плане состояния здоровья, это сердечно-сосудистая система. Поэтому не забываем, если есть с этим проблемы, делаем чекап лист. Что у вас здесь в плане неожиданности? Ну что ж, видите, как показывает нам карта. Опираясь здесь на костыли, вы будете ковылять по своей тропе, по своей дорожке. Это в первую очередь негативный опыт, который вас в чем-то сломает. Но вот видите, по этим арканам нужно двигаться дальше, как бы не было больно, как бы не было обидно. Досада, ну ладно, карты вторят друг к другу. Вы должны понимать, что ситуация текущая, она быстротечна. Вы восстановитесь, все у вас срастется, все будет как нужно. И вы больше не будете опираться на эти костыли, а вы будете идти, знаете, как я говорю, совершенно здоровым человеком, не вспоминая о каких-то прошлых проблемах. Да, жизненный багаж у вас очень тяжелый и сложный жизненный путь. Но везет тому, кто сам везет. У вас все получится. Главное не отчаиваться, приложить к этому максимум усилий. Интересный у вас отходит октябрь. Просто такой ух. Ну что ж, моя задача весь негатив для вас перекрыть позитивом. Поскольку здесь нет вопросов стабильности, этой стабильностью вам и закроем. Поэтому вам поддержки свыше, эмоционального насыщения, зоны комфорта и стабильности в жизни. Император это, знаете, хозяин жизни, человек, который имеет все и радуется тому, что он имеет. Поэтому я искренне от всей души желаю того же. С вами не прощаюсь. До новых встреч.